Теперь следующий вопрос также является важным. Смотри, ма'на арш-ль-айб. А что такое неустойка? Или что такое возмещение за дефект? Как это производится? Или в какой сумме это производится? Говорит, смотри, ма'на арш-ль-айб ан югавама аль-маби' сухихан, сумма югавама ма'ибан. Говорит, смысл, понятие возмещение или неустойка за дефект производится следующим образом. Во-первых, оценивается товар, сколько его цена, какова его цена, если бы он был без дефекта. Потом оценивается цена товара, какова его цена, если он с дефектом. Так, если он с дефектом. То есть без дефекта, например, стоит тысяча. А с дефектом он бы стоил сколько? Восемьсот. То есть был бы дешевле. Фаюхаду кысту ма'бейнуума мин ас-саман. И берется вот эта часть, которая между, то есть процентное соотношение между этими двумя ценами. Фанизбатуху иляс-саман низбан нуксан бил айб минал кима. Смотри, и его соотношение к цене такая же, как соотношение понижения цены из-за дефекта. Кто ничто не понял? Смотри, здесь разъясним поподробнее. Здесь имеется в виду то, что оценивание товара, его цена без дефекта, его цена с дефектом, производится на момент оценивания, а не на момент сделки. Вот смотри, допустим, я купил у тебя компьютер за тысячу, я купил у тебя компьютер за тысячу, в нем оказался дефект. Потом через три недели я выяснил, что в нем есть дефект. Прихожу в магазин, говорю, плати мне неустойку за то, что в нем есть дефект. Так сколько он мне должен заплатить за неустойку? Мы здесь смотрим. Он говорит, вот этот твой компьютер, который три недели ты у меня купил за тысячу, он уже сейчас стоит 800. Сейчас уже стоит 800. Ясно или нет? Новый. А с дефектом он сколько сейчас стоит? С таким дефектом, как у тебя, он сейчас стоит сколько? 600. Вот они замеряют, смотри, они замеряют 800 и 600. По цене сегодняшнего дня, по цене замерения, сколько между 800 и 600 цена? 200 рублей, допустим, или 200 долларов, допустим. Теперь смотрится вот эти 200 долларов, каково его соотношение относительно 800? Относительно сегодняшней цены, каково его соотношение? Допустим, сколько получилось? 25%. И теперь смотрит вот эти 25% относительно 1000 рублей. Относительно той цены, по которой ты покупал. Относительно 1000 рублей, это уже сколько будет? Это будет 250 рублей. То есть он мне должен вернуть сколько? 250 рублей. Понятно или нет? То есть он возвращает не 200 рублей, а возвращает 250 рублей. Сейчас еще один пример приведем. Смотри, Миса Аль-Люху говорит, например, Это говорит, смотрят на время оценивания. Сколько сейчас стоит такой товар без дефекта? Говорит 10. А сколько он стоит сейчас с дефектом? 9. Допустим, стоит 10 долларов, а с дефектом такой же товар стоит 9 долларов. И сколько получилась разница? 10%. Так или нет? Разница в цене? 10%. А когда я покупал этот товар, он стоил сколько? 15. Я его покупал за 15, нашел в нем дефект. Пришел к продавцу, говорю, верни мне цену за этот дефект, неустойку за дефект. Вот сколько мне тебе вернуть? Я говорю, а сколько сейчас этот товар стоит новый? Он говорит, сейчас он уже стоит 10. Ты покупал, он стоил 15, сейчас цена на него упала, как мы сказали в нашем случае, как с компьютером. Сейчас он уже стоит всего 10. А сейчас сколько он стоит дефектный? Как у меня? Такого же дефекта, как у меня? Он говорит, 9. Хорошо, разница между 10 и 9 сколько? 10% в цене разница. Я у тебя покупал почем? За 15. Если бы он тогда был дефектным, если бы я знал, что он был бы дефектным, он бы стоил сколько? На 15% дешевле, правильно или нет? Потому что на 10% дешевле, потому что разница между его нормальным товаром и дефектным оказалась. Верни мне 10% от товара. Сколько он мне возвращает? Один или полтора? Возвращает полтора. То есть 10% от 1500. От того товара, как он стоил на время покупки. А не от того товара, как он стоит сейчас. Не от той цены, какая у него цена сейчас. Видишь? Говорит, исходя из нашего примера, получается, что цена товара, разница между ценой товара, товара дефектным и недефектным, 10%. Как бы 10% от его цены. В этом случае он возвращается к продавцу и забирает у него 10% стоимости товара на момент покупки. Говорит, здесь в данном случае получается сколько? Полтора диргама. То есть если мы говорим, что 10% имеется в виду 10% диргама. Вот это ясно или нет? Еще раз, брат, значит, как определяется неустойка или возмещение, цена возмещения за товар. Ты купил товар, допустим, за 10. Купил товар за 10 рублей. Потом нашел в нем дефект, через месяц принес его обратно. Нашелся в нем дефект, который был еще при продаже. Ты мне его продал дефектным. То я, верни мне неустойку. Сколько стоит этот товар сейчас? Говорит, этот товар сейчас стоит 15 или, допустим, 20. В два раза повысилась его цена. Сейчас стоит товар 20. А дефектный сколько стоит? Говорит, дефектный стоит 18. Допустим, стоит 18. Сколько разницы между ними? Два рубля. Так, между ними, допустим, разница 2 рубля или 2 доллара или 2 диргама. Пусть кто хочет, так и называет. 2 диргама относительно 20. Сколько процентов? 10%. То есть цена товара или разница между товаром дефектным и недефектным 10%. Сколько он мне вернет денег? 2 рубля вернет или сколько вернет? Нет. Смотрим вот эти 10% вычитаем от той цены, за которую я покупал этот товар. Почему я его покупал тогда? Два раза дешевле покупал. За 10 рублей я всего покупал его. Так, или за 10 долларов я его всего покупал. Теперь он мне должен возвратить сколько? 10% от этих 10 долларов. То есть возвращает всего 1 доллар. Видишь, в этом что? Справедливость. Потому что если бы мы смотрели на цену сегодняшнего дня, продавцу пришлось бы возвращать тебе уже не 10 долларов, а сколько? Не 1 доллар, а 2 доллара получилось бы. Он тебе выплатил бы, получается, уже сколько? Не 10%, а 20% цены того товара, когда ты его покупал у него. Ясно или нет? Поэтому необходимо вот это действие сделать. То есть вернуть на цену того товара, как он стоил тогда, когда ты его покупал, для того, чтобы соблюдалась справедливость. И здесь уже может различаться цена неустойки. В зависимости от того, цена стала выше или цена стала ниже этого товара с момента покупки. Понятно или нет? Может выиграть что-то продавец, а может выиграть что-то при этом покупатель. Но все равно все вернется к справедливости. Усвоили или нет? И здесь последнее примечание относительно этого вопроса, то, что вот это все действие, или вот этот весь алгоритм, или математические вот эти действия относительно того, когда он стоил, или сколько он стоил на момент покупки, или на момент, наоборот, взвешивания цены этого товара и так далее. Это касается того вопроса, если неизвестно, сколько стоил этот дефектный товар в те времена, так, на времена покупки. Если же люди, как продавец, так и покупатель, или, в общем говоря, люди знают о том, что дефектный товар в те времена стоил столько-то, то он возвращает, соответственно, разницу между двумя ценами на тот срок, на срок прошлый. То есть, как это понять? Если человек купил, допустим, компьютер за тысячу, потом увидел в нем дефект и возвращается и говорит, этот товар на те времена с таким дефектом стоил 800. То есть, они знают, что тогда он стоил 800. В этом случае этих уже математических действий производить не надо. Но просто продавец обязан возвратить 200 рублей, или 200 реалов, или 200 долларов разницы между товаром, нормальным и между товаром дефектным. А что касается этих математических действий, то они применяются только в том случае, если люди не знают, то есть приходят и говорят, этот товар оказался дефектным, возврати мне неустойку, или возврати мне возмещение. И человек говорит, а сколько он стоил тогда, в дефектном состоянии, когда ты мне его покупал? Не знаем, то есть не помним, сколько он тогда стоил. В этом случае применяется вот это вот математическое действие. Паев, далее следующий вопрос. Паев, далее следующий вопрос.